Мозг имеет пластичность и он может, если его тренировать и развивать, он может наращивать свои потенциалы и, соответственно, повышать уровень или качество жизни человека. Что еще самое важное в работе мозга — это концентрация. Она у нас очень часто падает. Мы не можем все время быть сконцентрированным на чем-то одном. Поэтому периодически наше внимание рассеивается. И в чем причина? В том, что мы не умеем говорить «нет» всему второстепенному. В том, что мы не умеем откладывать то, что не нужно. Плюс это, опять же, еще внешние актеры в виде небрежного рабочего стола. Есть ли на рабочем столе куча всяких разных предметов, которые вас отвлекают? Они снижают вашу концентрацию. Почему? Очень важно, чтобы на рабочем столе было всегда чисто и были только те предметы, которые помогут вам сосредоточиться на работе, которые не позволят вам, не позволят вот этим внешним актерам выскочить на вашу сцену. Вот это очень важно. Вот то, что еще автор отмечает в книге про концентрацию. Как сохранять эту концентрацию? Во-первых, себе внешне обеспечьте, чтобы вокруг вас не было отвлекающих моментов, не было тех предметов, которые вас будут отвлекать. И самый отвлекающий предмет какой? Да, телефон. Это самый вредный актер, я бы сказала, в нашей жизни, который пытается выскочить на сцену нашего сознания. Касательно концентрации. Что важно, сохранять концентрацию на том или ином проекте. Если у нас это не получается, первое, что мы делаем, убираем отвлекающие факторы. Все, что внешне нас может отвлечь, и всех актеров, которые могут выскочить из-за кулис. Теперь у нас же есть еще актеры в зале. Это наши мысли или прошлое, которое уже сидит в подсознании, и которые тоже могут выскакивать на сцену. Их тоже надо уметь держать на своем месте, чтобы они тоже не выскакивали. И здесь тоже важна концентрация. И чтобы вот эту концентрацию повышать, как вариант, это применять медитации. В нашем случае, те, кто совершает молитвенную практику, прекрасная возможность это отойти, на 5-10 минут почитать намаз. Вот вам прекрасная медитация. Когда вы со сцены всех сметаете, говорите, что сейчас на сцене только Бог, и вы только со Всевышним. Сейчас у вас диалог только на сцене со Всевышним. И никого больше на сцену вы не пускаете. И таким путем вы тренируете свою концентрацию и умение сосредотачиваться на чем-то одном. Если вы не поддерживаете молитвенную практику, то как вариант, как я вот сейчас предложила, как аналог, это можете медитировать. Медитация точно так же, как и молитва, способствует тому, чтобы мысли были концентрированы, чтобы человек мог концентрироваться на чем-то одном. Вот как раз таки это тоже помогает держать актеров в зале. Есть ли у вас трудности с концентрацией? Легко ли вам? Есть ли у вас задача? Вы прямо на нее сели и разбираетесь с этой задачей. Или же есть какие-то отвлекающие факторы, и вам то один актер вылез в виде смс-ки, а другой актер вылез на сцену в виде письмеца, который пришел на электронную почту, там третий актер, еще кто-то, соседка пришла. То есть умеете ли вы концентрироваться и быть четко вот на одной задаче сосредоточены? Можно я проговорю? Да. Слышно? Ага. Вот у меня сегодня прям старые, старые вот, ну, психологические вот эти вот практикумы разные я сегодня проходил, и у меня, вот, опять-таки вылезли на сцену вот старые мои актеры, вот я прям вовремя слышал, мне, я прям вовремя остановился и прям так поймал себя на мысли, да, это прям у меня откликается, действительно. Вот еще про хотелось бы немножко дополнить про нейромаркет. Сейчас я даже записал. Да, я сейчас все записал, вот у меня нейрогимнастика, вот получается левая рука треугольник рисует, правая квадрат, вот тоже хорошее. Да, как вариант, это через ручку, да, можно. Да. А потом можно рисовать восьмерки, это тоже вот правая сторона и левая полушария, они активизируют, как бы, ну, вы тоже слышал. Спасибо, вообще очень познавательно, классно, круто, отлично, у меня вообще слов нету, супер, все. Альфия, вы вообще так стараетесь, это чувствуется. Это опять же из личного опыта, да, из тех знаний, что были на тренингах, и я не сторонник того, чтобы получить знания чисто там из одного тренинга и забыть об этом, да, я всегда, вот, и мой, и вы, в принципе, если будете в таком ключе двигаться, у нормального человека все знания должны из всего, что вы получаете, будь то какие-то подкасты, будь то книги, будь то тренинги, они у вас все должны связываться, как в один пазл, то есть это все должно знание как бы собираться в одну картинку, и вы видите вот эти все взаимосвязи друг с другом, потому что любую книгу, да, какую бы я ни смотрела, там, будь то о мозге, будь то о тайм-менеджменте или просто о менеджменте, об управлении людьми, у меня все проходит через призму священного Корана, через сунну пророка Мухаммада, салат и ла салям, через, теперь у меня благой нрав, я и с этим пытаюсь увязать, да, то есть все, вот мозг, он настолько универсальный инструмент, что он вот эту всю информацию собирает, чтобы вы получили пользу из всего того опыта прошлого даже, который там сидит, да, он пытается выстраивать взаимосвязи, и вот это как раз таки помогает вам еще больше становиться продуктивнее, и это не просто вот сегодня сухая теория из книги, да, почему я и сказала, я не буду пересказывать там один в один то, что в этой книге, потому что мы об этом говорили в начале там февраля, марта, да, сейчас есть именно задача, как на практике теперь вот эти знания внедрять и применять, и оставаться именно продуктивным. Что точно будете вот с сегодняшнего дня применять? Можно я расскажу немножко? Да? То, что я понял, то, что сцена маленькая, когда, ну, пускаешь много актеров на сцену, теряется смысл каждого дня, уходит просто день, пустую, теряется тем самым, краски уходят из жизни, теряется смысл вообще в целом. Мозг такая вещь, если все это не контролировать и не сконцентрироваться на этом, то может выпустить кучу актеров на сцену. Вот. И, ну, основной момент, то, что вот, нам то есть контролировать все это, сфокусироваться на этом и день пройдет хорошо. Так, еще кто-нибудь? Еще вот важно эффективное время, да, для мозга определить именно 40-45 минут и потом переключать действия, так важно тоже. Я запомнила. И что еще? Ну, и, конечно, концентрация мозга важна, чтобы вот уметь потом вот контролировать, да, вот этих второстепенных, да, актеров, которые, чтобы не, когда вот иногда мы уже невнимательные, вот, к тем пяти процентам и эти актеры перебивают, и ты понимаешь потом, ты же не это хотел, и тут кажется, что ты где-то что-то забыл, ты спираешь на память, да, вроде как. и тут вот эта вот сцена перебивается. Благодарю. Это вообще сегодня мега-супер созвон. Огромная-огромная вам благодарность. Так, еще. А может, у меня вопрос. Смотрите, значит, у мамочки в декрете самый главный актер здесь это ребенок. Как умудриться, как бы, ну, понимаю, он самый главный пока в жизни. У мамы, да, но матери же надо тоже развиваться. Как это совместить этого главного актера и как бы у матери будет профессия, которая после декрета собирается выйти, усовершенствоваться? Надо же ей постоянно совершенствовать, чтобы быть главным специалистом в своей области. Так ведь? Или надо все-таки матери переждать, пока этот ребенок вырастет, ну, до трех лет, допустим, до пяти, и потом только все это опять возобновлять? Нет, 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 ни в коем случае. Объясню, почему. Смотрите, если мамочка оставляет на сцене только ребенка, все свои навыки, все свои умения, которые она наработала уже за свой опыт работы, она отправляет на задние ряды своего зрительного зала, да? А теперь представьте, ей через пять лет насколько ей будет трудно выводить этих зрителей из задних рядов. Если же она в свой график дня включит, вставит хотя бы полчаса на то, чтобы вспоминать, поддерживать через, допустим, вот я по своей части скажу, я, когда уходила в декрет, я работала, я была на позиции старшего бухгалтера, и для меня важно было, выйдя из декрета, быть в курсе всех тех изменений, которые произошли за три года. А мы знаем, что у нас законодательство меняется чуть ли там не по дням. Каждый месяц происходит обновление и налогового кодекса, и бухгалтерского учета, и у меня помимо бухгалтерского учета был еще и международный учет. Это международные стандарты, там свои изменения. И чтобы мне через три года выйти, я вышла через три года, получается, и буквально через полгода я со старшего перешла в руководителя. Если бы я за эти три года сказала, ой, на моей сцене теперь только мой ребенок, и я не буду заниматься сейчас своей деятельностью, то, выйдя из декрета, я ну ни как не смогла бы за полгода стать руководителем. Вот вообще никак. Вот это только если там сверхчудо, и то, даже если бы мне сказали, да, будь руководителем, я бы не выдержала эту планку, потому что мой мозг элементарно к этому был бы не готов. Либо я бы была руководителем, да, но я была бы настолько ужасным руководителем, от которого подчиненные просто ныли бы и говорили бы, и в принципе весь участок был бы в ужасном состоянии. А когда мамочка находит хотя бы полчаса в день, чтобы поддерживать свою квалификацию, продолжает смотреть за изменениями, которые происходят в ее деятельности, да, продолжает повторять какие-то моменты, да, потому что после родов ощущение, что у тебя пропала память. Это у многих так. И это неудивительно, потому что мозг переключается на материнство. То есть он понимает, что мамочка теперь, что женщина стала мамой, и ее главная задача сейчас уход за ребенком. И это, наверное, от природы так, ну, нормально Всевышний так заложил, да, чтобы включились именно материнские инстинкты, а не женщина до сих пор жила там какой-то своей профессиональной деятельностью. Я, честно, не понимаю тех женщин, которые выходят из декрета, вот, в принципе, Европа и Америка так и живут, их декрет составляет максимум 45 дней, если не ошибаюсь. То есть максимум месяц-два не имеют право посидеть в декрете. Все. Потом они выходят на работу. Дальше дети только на, ну, под уходом получается они. Там женщина не имеет права быть в декрете три года, как у нас это роскошь сидеть три года в декрете. И вот если три года, да, женщина полностью погружена только в материнство, только с ребенком, то у нее какие-то участки мозга, которые отвечают за такие вот коммуникации, там, за какую-то умственную, там, профессиональную деятельность, они отмирают, они потихонечку, вот эти нейронные связи ослабевают, и эти актеры, соответственно, уходят на последние ряды. И потом, выйдя из декрета, женщине надо намного больше времени, это не полгода, у некоторых это до года уходит, чтобы вывести вот эту всю информацию, которая у нее в голове была, с задних рядов на передние ряды, и, ну, и, соответственно, и продвижение по службе у нее будет медленнее идти, нежели если бы она каждый день продолжала бы дальше поддерживать свою умственную деятельность в той части, где она работала. ответила? Да, благодарю. Возможно ли, когда человеку, допустим, там, под 50 лет или даже, может, 50 косточком, да, вот начать с нуля? Возможно ли? Да, Пока человек живет, его мозг пластичен, вот из чего это исходит, да, в любом возрасте человек может начать сначала, вот вообще ему ничего не мешает, его возможности не ограничены, и мы, если исходим из вот этого убеждения, да, что мы триллионеры, допустим, да, вот берем вот эту характеристику как триллионеры, да, мы говорим, что возможности Всевышнего не ограничены, и, соответственно, исходя из этого, мы понимаем, что какую бы мы цель не поставили, она реально, она возможна, она, мы ее сможем воплотить, и из физиологии, да, уже из того, что мозг имеет пластичность, и он может, если его тренировать и развивать, он может наращивать свои потенциалы и, соответственно, повышать уровень или качество жизни человека, поэтому вот это вот я старенький и все уже там, мне уже поздно что-то там начинать, вот это вот совсем неправдоподобная история, это просто нежелание человека, у меня есть пример, когда у знакомых вот ее друзья, у них ребенок, получается, уехал в Англию работать, и дочка, она, соответственно, там вышла замуж за англичанина, родила, и он ей не разрешал возвращаться в Россию, соответственно, ну, в итоге брак их распался, но ей трудно было там с детьми одной, и она пригласила своих родителей в Англию, им было на тот момент 65, они в 65 начали учить английский, сейчас они уже, ну, первый год они ездили, вообще им трудно было, да, они не понимали английский, но учиться английскому они начали здесь, ну, чтобы вы понимали, они не в среде выучили язык, они язык учили здесь, в России, они только после того, как они смогли уже хотя бы что-то говорить, только после этого они поехали в Англию, и для меня это был вот, ну, как показатель, что вообще возраст это не преграда. Ну, вот Сандерс, который KFC открыл в 70 лет, в истории в 70 лет открыл. Основатель Макдоналдс, как вариант, на 50-м десятке, да, ему, по-моему, 49 или 59, 50, по-моему, почти было, да, человек, который просто до 50 лет ездил, продавал то миксеры, то одно, то другое, да, кто смотрел, может быть, фильм «Основатель», фаундер, очень классный фильм для того, чтобы понимать, как можно развивать свой бизнес, и вообще, что любое дело никогда не поздно начать, да, человек в течение жизни какие-то навыки приобретает, и эти навыки в итоге могут ему пригодиться вообще в другом, вот не в той деятельности, где он сейчас работает, да, да, а в какой-то момент Всевышний откроет перед ним такие горизонты, что вот тот опыт, который он прожил за всю жизнь, в итоге ему пригодится, и пригодится вообще в другом деле, поэтому я считаю, что возраст это вообще никак не помеха, если у человека есть желание, и он, опять же, я говорю, нарисует картину своего будущего, а сценарий жизни, да, опять же, мозг, мозгу трудно моделировать будущие события, чтобы их смоделировать, нужен визуал, вот, через что работать с будущим, нужны визуальные картинки, нужны схемы, чтобы запустить будущее, да, почему Шамиль Хазрат говорил, вот, кстати, у него была медитация на изобилие, может быть, кто видел, почему, и вот, уже изучая книгу про мозг, я поняла, почему он вставил вот эту медитацию, потому что через образы мы, там, суть медитации в том, что идет голос, вы закрываете глаза, да, там у него и визуальная картинка есть, там идет такая медитация, что вот там, по-моему, золото прям сыпется, эти крошки золота, и, и, смысл в том, видимо, был у него, мысль его такая была, чтобы через вот эти картинки запустить визуализацию в голове у каждого человека, через визуал человеку проще моделировать будущее, когда вы представляете, закрывая глаза, представляете свое будущее, ту или иную мечту, которую хотите достичь в будущем, через картинку, вот тогда она лучше усваивается вашим мозгом и этот актер переходит в зрительный зал, потому что пока вы, сейчас вам трудно, да, представить, а кем вы себя видите через 30 лет или там через 20 лет, а когда вы сделаете это в виде картинки, вы сможете представить, а кто же я, да, закройте глаза, представьте сейчас, где вы находитесь, вот прошло 20 лет, сегодня 4 июня 2043 года, где вы стоите, чем вы занимаетесь, что вы сейчас чувствуете, вот через вот эти вопросы, да, прям вот попробуйте сейчас рисовать картинки, и когда вы будете рисовать вот эти картинки, эти картинки переходят в актеров в вашем зрительном зале, они занимают свои места, и когда вы начинаете двигаться через планирование, через приоритеты, ставя задачи в каждом дне, вот эти актеры, которых вы сейчас просто вот задав себе вопросы, где я там сейчас нахожусь, что я делаю, что я чувствую, да, кто со мной сейчас рядом, вы через вот эти вопросы и визуализацию запускаете свое будущее, почему очень распространены карты желаний, вот у меня, я вам сейчас покажу такой визуал, вот у меня есть такая карта желаний, да, она годовая, это мои цели на год, которые я держу перед глазами, чтобы они не покидали мою сцену, потому что мне важен фокус на 20% главного этого года, и благодаря вот этой визуализации они остаются в первых рядах, они не уходят на последние ряды в моем зале, они остаются в первых рядах, и я перед сном периодически посматриваю, да, я вижу, а у меня есть вот эта цель, надо к ней прийти, надо к ней прийти, и я, соответственно, когда даже пишу приоритеты, да, допустим, я держу в голове, что надо приблизиться к той или иной цели, как, и пишу уже, соответственно, задачу ставлю так, чтобы она меня опять же приближала к моим будущим целям, вот если вам трудно моделировать, да, будущее, вы не знаете, как писать сценарий жизни, накидайте хотя бы вот такую карту желания, хотя бы визуализация в виде там чужого, там, чужой поездки какой-то, да, вы найдете какую-то фотографию, куда вы хотите поехать, допустим, вы, например, хотите в хадж, да, вот у меня есть картинка хаджа, и я не ставлю себе цель, как, вот самое важное еще в работе с мозгом, да, не задавать ему вопрос, как я этого достигну сейчас, вот сегодня, здесь и сейчас этого делать не надо, потому что как только вы ему скажете, а как вот я смогу поехать в хадж, если у меня нет вообще накоплений, то ваш мозг сейчас сразу же отметет и скажет, да никак, у тебя не получится, ты не сможешь, и все, это нереальная мечта, ваш этот актер, даже ваш зал не зайдет, он сразу же уйдет от вас, поэтому, когда вы будущее моделируете, которое далекое будущее, да, вы никогда не спрашивайте, как я это сделаю, прекрасная книга, поэтому в случае, если кто не знает, как писать свой сценарий, могу посоветовать книгу «Ответ» Алана Пиза, вот шикарная книга, Алан Пиз там рассказывает о своих желаниях, которые у него были там 20-30 лет назад, которые вообще были нереальны, и его основная идея, с которой он пишет эту книгу, он говорит «Никогда не ищите ответ как», поэтому, по сути, книга так и называется «Ответ», то есть вы не задаете, когда вы ставите перед мозгом вот эти планы или цели, которые там через 10-20 лет, да, вы сразу ему не даете команду «Дай мне решение, а как я эту цель достигну», нет, потом, просто двигаясь к этому, но держа у себя их в недалеких рядах, да, а вот где-то недалеко от своей сцены, да, вы все равно к ним периодически возвращаетесь, вы смотрите на них там, может быть, через картинку, может быть, там… Артемия, повторите, пожалуйста, как книга называется? Алан Пис, автор, они там муж с женой Аллана и Барбара Пис, но вот эта конкретная книга, «Ответ», она написана именно Алланом Писом, вот у них, по-моему, была цель выступить на сцене Кремля в каком… то ли в 70-х, то ли в 80-х годах, в тот момент, когда был железный занавес, и вообще у них даже мысли не было о том, как они смогут попасть в Россию, то есть на тот момент Россия для них была закрыта однозначно, то время, кто помнит, да, холодная война, это вообще, ну, никак Россия с Америкой никак не дружили, и как бы варианта, как попасть на сцену Кремля, ответа на этот вопрос у них точно не было, но они в итоге оказались на сцене Кремля, они выступали, они бизнес-тренеры тоже, они тоже смогли достичь своих целей, и вот он в своей книге рассказывает, как достигать целей, ну, по тем проектам, которые имеют долгосрочный срок, да, не такие, которые вот сейчас прям исполнятся, поэтому для мозга, вот в книге тоже об этом очень много говорится, важно визуализировать мозг, большую часть информации усваивает через картинки, поэтому кто был, мне кажется, сейчас среди нас нет, но вот я была на тренинге у Шамиль Хазрата, который назывался сценарий триллионера, по-моему, Ришат тоже рассказывал про него, когда был на вечере историй, он рассказывал, что он, по-моему, тоже был на тренинге сценарий триллионера, и вот там Шамиль Хазрат предлагал к своему сценарию подбирать картинки, то есть в любом случае вы сценарий пишете по всем сферам жизни, то есть вы же не будете писать сценарий жизни только о том, какой вы в семье, да, вы в любом случае будете затрагивать и профессиональную сферу, и там, допустим, свой досуг какой-то, да, где вы путешествуете, как вы отдыхаете, как вы оздоравливаетесь, то есть вы все это расписываете в свой сценарий и подкрепляете его картинками, потому что мозгу очень нужна вот именно из-за того, что лобная часть, которая префронтальной коры, которая отвечает именно вот с этой сцены, она впереди, она меньше, а основная часть все-таки в зрительной коре, которая, участок которой намного больше, чем лобная часть, да, поэтому картинки усваиваются лучше, чем именно текст, да, вот сухой текст, поэтому он советовал подбирать под все ваши будущие цели картинки, через картинки вы запускаете вот этого актера в зал, и я вот это поняла уже, когда читала книгу, поняла, как именно через вот этот визуал мы можем запустить вот этих актеров, потому что просто написать, да, сценарий, это не так быстро сработает, как если вы подберете картинки, но по своему примеру скажу, я в 14-м году писала свой сценарий без картинок и я его писала в 13-м и в 14-м году мой сценарий один в один исполнился, как я его написала в 13-м без картинок, но на тот момент у меня была полная убежденность и вера, что это все возможно, что это все получится. Поэтому здесь еще большое значение, да, как учит Шамиль Фазрат, да, имеет степень веры, насколько вы верите в Божью милость, что действительно Всевышний проявит к вам вот эту свою Божью милость и поможет вообще из невообразимых путей, да, решить ваши задачи, то есть вы на сегодня не знаете как, но благодаря, допустим, своим стремлениям, своим намерениям и как в Коране говорится, да, что даже если вы этого не достигнете и покинете этот мир, то вам запишется как будто бы это намерение ваше было и оно исполнилось, но вы это делали что-то к тому, чтобы к этому прийти. И несмотря на то, что вы этого не достигли в этой жизни, Всевышний вам это покажет в раю, то есть он вам покажет в будущей жизни то вознаграждение, которое вы не успели получить, пока жили в этой жизни, да, но как плоды, да, вы его эти увидите в вечности, потому что у вас было намерение, у вас было желание и вера в то, что это случится. Потому что если человек вроде бы планирует что-то, но он в это не верит, то это и Всевышний как бы этого не дает, потому что нет веры у человека. Дается, Божья милость открывается только в тот момент, когда у человека есть вера в это, что он запускает и с полной уверенностью дает, отпускает вот это все, дает на то, что Всевышний проявит свою милость к нему и это случится. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова